Привет! В ходе этого урока мы научимся работать с фреймворком Entity, а также разберем работу с базами данных. Также заходите на сайт itproger.com. На этом сайте вы найдете полный видеокурс по ASP.NET, а также домашние задания, готовый код и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте в описании к этому видео. Для работы с фреймворком Entity его изначально необходимо установить. Для этого мы нажимаем правой кнопкой мыши, далее управление пакетами NuGet, и здесь мы установим сам фреймворк. Вообще он находится в самом топе, поэтому вы его можете вот здесь просто нажать и установить. Также можете прописать Entity, ну и соответственно найти его, если его вот здесь нету. Ну и мы просто нажимаем установить. Происходит скачивание и установка, также мы принимаем лицензию, и соответственно просто ожидаемся пока все установится. Фреймворк был добавлен, и теперь добавим еще один фреймворк для работы с форматом JSON. В принципе данный фреймворк не является обязательным, но просто чтобы удобно работать с данными, которые мы будем получать из базы данных, мы установим фреймворк JSON и будем конвертировать все эти данные в формат именно JSON. Соответственно тоже его просто устанавливаем, он скачивается и сейчас добавится. Также дополнительно, вот теперь у нас все скачалось, также дополнительно мы сейчас с вами создадим класс, который будет нужен нам для хранения всех настроек, связанных с базами данных. Соответственно в папочке Data мы создадим с вами новый класс. Нажимаем правой кнопкой мыши, добавить, создать класс. И данный класс мы давайте назовем его с вами как пример AppDBContent. Вот пускай так он будет у нас называться. Поскольку этот класс служит для работы с базами данных, то мы сразу говорим, что он у нас унаследует все от такого класса, как DBContext. Данный класс не определен, потому что нам необходимо подключить библиотеку, которая называется UsingMicrosoftEntityFrameworkCore, именно эту библиотеку, вот она здесь была подключена. И теперь можем создавать сам этот класс. Первое, что мы здесь делаем, это мы просто вызовем конструктор, ну вернее создадим конструктор по умолчанию и вызовем базовый конструктор по умолчанию. Соответственно просто прописываем сам конструктор, это AppDBContent. И далее мы говорим, что мы получаем такой параметр как DBContextOptions. И это у нас будет список. Соответственно в списке необходимо указать, какой тип данных. В нашем случае это тот же тип данных, что и класс, то есть AppDBContent. Ну и дальше называем эти опции как Options. То есть сам параметр будет называться Options. Далее эти данные мы должны передать в базовый конструктор, поэтому мы указываем Base и передаем туда сами эти данные. Ну и потом открываем и закрываем данный конструктор. В принципе больше здесь пока ничего писать не будем. Также нам необходимо создать два экземпляра функций, которые мы в дальнейшем будем реализовывать. Первая функция, она будет получать, либо получать, либо устанавливать все товары в магазине. Вторая функция будет получать, либо устанавливать все категории в магазине. То есть по сути то, что мы уже с вами делали через интерфейс, и сейчас мы это делаем просто через класс, который уже будет работать с базами данных. Соответственно, что мы здесь делаем? Мы говорим, мы используем такой класс как DBSet, это специальный класс, который принимает в качестве типа данных, то есть это список, который принимает в качестве типа данных какую-либо модель, на основе которой будут создаваться различные объекты. В нашем случае первая модель это Car. Конечно же она не подключена, поэтому нам необходимо здесь ее подключить, usingShopDataModels. И здесь данная функция будет просто называться как Car. И все же необходимо прописать, это то, что она будет получать данные и устанавливать данные. Дополнительно нам необходимо создать примерно подобную функцию, тоже DBSet. Единственное, что она у нас уже будет работать с категорией, то есть с категориями. Ну и называться она пускай будет как, наверное, так и пускай будет называться категорией. И точно то же самое, она будет получать данные, то есть Get, а также устанавливать данные, то бишь Set. Единственное, что нам здесь еще необходимо дописать, это строка для подключения к базе данных. Обычно такие строки записываются в формате JSON. И для создания такого формата, такого файла, нам потребуется примерно такой же файл, как AppSettings.json. По сути, мы можем все данные записать внутри этого файла AppSettings.json, но мы лучше создадим с вами отдельный файл, в котором мы как раз будем хранить строку для подключения к базе данных. Для этого мы нажимаем правой кнопкой мыши, добавить, создать элемент. Далее мы переходим в Web. И здесь мы переходим на такую штучку, как файл параметров приложения. Называем его как угодно. Давайте мы его db-settings назовем. Вот, например, db-settings без пробела, без ничего. И нажмем добавить. После того, как мы его добавили, у нас сразу появляется файл, в котором есть connection strings. И здесь как бы подключение по умолчанию. Все, что нам необходимо здесь поменять, это название базы данных. Вот эту вот вещь. Назвать базу данных вы можете как угодно. Мы в дальнейшем саму эту базу данных создадим. Пока мы ее просто можем здесь назвать как угодно. Потом, когда будем ее создавать, то назовем ее точно так же, как вот здесь я сейчас называю. Я назову ее как просто shop. Вот и в принципе все. Единственное, что мне необходимо еще дополнительно сделать, это как бы получить данные из этой строки. Чтобы это сделать, мы переходим в startup. И здесь мы как раз будем прописывать все необходимое. Во-первых, мы создаем новую перемену. Она будет private, потому что она нужна нам только здесь. Она будет идти от iConfigurationRoot, то есть от такого вот класса. Данный класс идет из библиотеки Microsoft Extensions и Configuration. Соответственно, мы ее подключаем. И теперь на основе этого класса просто создаем, например, confString. Пускай так она будет называться. Это confString. Вот. Теперь создаем конструктор. Для быстрого создания конструктора, по-моему, можно использовать сокращение construct. Два раза tab нажмем. Нет, к сожалению. Видимо, либо я ошибся. Ну ладно. Давайте запишем без сокращения. Просто пропишем public. Дальше пропишем startUp. Далее мы сюда должны передать один параметр. Это обязательный параметр. Он выглядит следующим образом. Идет такой класс, как iHostingEnvironment. Вот. И сам параметр можно назвать как угодно. Я, например, его hostInf назову просто. И здесь мы пропишем непосредственно получение строки из файла dbsettings.json. Чтобы получить данные, мы изначально говорим, что все данные мы будем помещать в confString. И далее мы создаем просто, как бы, выделяем память и создаем новый объект. Соответственно, мы обращаемся к configurationBuilder. Так, его тут у нас, к сожалению, нет. Но давайте мы его полностью пропишем. ConfigurationBuilder. Вот. И в нем указываем следующие параметры. Во-первых, нам необходимо указать, как бы, начальный путь setBasePath. То есть, откуда мы берем этот файл. По сути, чтобы указать начальный путь, нам необходимо просто обратиться к hostEnvironment, к нашей вот этой переменной. И здесь обратиться к contentRootPath. Таким образом, мы получим с вами именно, как бы, нужную нам папку, с которой мы работаем. И далее в этой папке мы говорим add.jsonFile. То есть, мы говорим, с каким файлом мы работаем. Здесь просто указываем название самого файла. В моем случае это dbsettings.json. И дальше все, что необходимо сделать, это выполнить, как бы, build. То есть, выполнить получение данного файла. Вот теперь этот файл у нас и будет записан непосредственно в переменную .confString. Все, что нам остается сделать, это подключить вот этот наш файл, всю эту работу, в общие сервисы. Соответственно, это прописывается в ConfigurationServices. То есть, все сервисы прописываются у нас в одном едином месте, вот здесь. И, чтобы подключить данный файл и работу с ним, нам необходимо обратиться опять-таки к параметру Services. Дальше обратиться к, по сути, такой вещи, как addDBContext. Это специальный класс. Внутри него необходимо указать тип данных, с которым мы работаем. В нашем случае это вот этот вот файл, app.db.content. И его здесь мы и пропишем. То есть, app.db.content. Единственное, что его необходимо, конечно же, подключить. Поэтому сразу здесь, походу я его неправильно назвал, app.db.content. Да, я его неверно назвал. app.db.content. И теперь его можно здесь в shop.data подключить. Вот. Далее мы здесь просто указываем опции. Для этого мы прописываем options. Немного нестандартный синтаксис. То есть, options используем методы расширения link.ue. Вот. Поэтому такой синтаксис здесь. И здесь указываем options. Use SQL Server. Соответственно, этот класс тоже необходимо подключить. Он идет из Microsoft Entity Framework Core. Мы его подключаем. Дальше мы говорим, с какой строкой мы работаем. Это confstring. Из файла, который мы подключаем, нам необходимо вытянуть лишь одно значение. Это default connection. То есть, по сути, вот эту вот строку. Чтобы ее вытянуть, нам необходимо использовать такую функцию, как getConnectionString. И в параметрах мы просто указываем, какую конкретно строку, какое конкретно значение мы хотим получить. В нашем случае это default connection. Поэтому даже название мы сейчас скопируем. И сюда вставляем. Таким образом, мы при помощи подключения сервиса указываем, какой мы используем SQL Server. И этот SQL Server, он указывается у нас вот в отдельном файле, просто вот здесь. Поэтому в дальнейшем, если вы захотите поменять сам SQL Server, вам это будет очень легко сделать, потому что все настройки у вас будут находиться в отдельном файле. И это, конечно же, удобно. Ранее мы с вами использовали mocks для хранения всех объектов. Сейчас же мы все объекты будем хранить в базе данных. И, соответственно, нам нужна новая папка, в которой будут классы для получения данных из базы данных. Поэтому мы нажимаем добавить, создать папку. Создаем папку внутри папки data. Сама папочка будет называться как repository. И внутри нее мы создадим несколько классов. Поэтому добавить, создать класс. Первый наш класс пускай будет называться как carRepository. Соответственно, его добавляем. И сразу же можем добавить второй класс. Поэтому добавить, создать класс. И второй класс будет называться category. Это categoryRepository. Внутри этих классов мы первое, что сделаем, мы укажем, что они будут у нас наследовать все из интерфейсов, которые мы ранее с вами создавали. То есть, ранее эти интерфейсы реализовывались в mocks. Сейчас же они будут реализовываться у нас уже в классах, которые служат именно для работы с базой данных. Итак, первый класс, который мы будем реализовывать, это carRepository. Здесь мы говорим, что он у нас наследует у нас все от такого интерфейса, как iCar. Например, давайте я открою этот интерфейс, ты уже забыл, как я его называл. Он называется iAllCars. Ну и, конечно же, его необходимо этот интерфейс здесь подключить, потому что это интерфейс. Вот мы их здесь все подключили. И далее необходимо реализовать все функции, которые в нем есть. Поэтому реализовать интерфейс. И вот они все здесь были только что реализованы. Прежде чем мы приступим к этим всем функциям, давайте мы здесь просто пропишем с вами новую переменную, private. Укажем, что ее можно будет только использовать на прочтение, то есть read-only. И она у нас будет называться как appdb-content. Ну и называть, ну вернее, тип данных у нее будет как appdb-content. Ну а называться она сама будет как appdb-content. В принципе, такое же пускай будет и название. Вот. Внутри конструктора по умолчанию мы просто будем устанавливать значение в эту переменную. По сути, нам эта переменная нужна для того, чтобы мы могли работать с вот этим вот файликом. И непосредственно через этот файлик мы уже сможем с вами вытягивать все данные из базы данных. Ну то есть этот файлик, он служит нам вообще для работы с базой данных, для подключения с ней. Вот. И поэтому нам нужна как бы ссылка на этот файл. Значит, создаем просто здесь конструктор по умолчанию, это car repository. Здесь указываем, что он принимает один параметр по умолчанию, это appdb-content. И пускай он будет называться как appdb-content. То есть точно так же сам он будет называться. Здесь мы говорим, что мы обращаемся к this appdb-content и устанавливаем в него значение appdb-content. Ну вот, в принципе, и все. Теперь по поводу самих функций. Сами функции, они будут немножечко отличаться. Здесь они не должны выдавать ошибки, они будут получать данные с файлика вот этого. Соответственно, чтобы получить данные с файлика, мы обращаемся к этому объекту, к appdb-content. Дальше мы говорим, что мы обращаемся к какой-то определенной функции. Например, в нашем случае я обращаюсь к функции car. Вот. Ну, давайте пока просто пропишем. К функции car. И дальше я говорю, что я использую такую функцию, которая называется include. Так, видимо, она здесь не подключена. Include. Давайте мы ее тогда подключим. Нам необходимо using Microsoft Entity Framework Core подключить, чтобы все эти функции были доступны. И здесь мы должны просто указать определенные условия. То есть, это методы расширения link queue, которые, возможно, вы знаете. И здесь просто при помощи этих методов мы можем получать, ну, устанавливать различные условия и получать все данные, например, из базы данных. Вот. Здесь мы просто указываем, что мы берем переменную c, записываем все данные, которые у нас подходят по c категории. То есть, мы как бы получаем все абсолютно данные, которые релевантны определенной категории. Вот. С второй функцией мы, в принципе, делаем то же самое. Здесь мы все удалим. И здесь мы напишем get5cars. Здесь мы напишем с вами следующее. Во-первых, нам это тоже необходимо удалить. Вот. Мы, опять-таки, обращаемся к appdbContent. Дальше обращаемся к car. Дальше обращаемся к такому методу, как bear. То есть, это условие. И условие у нас будет следующее. Где перемены можно любые устанавливать. Ну, я, например, p устанавливаю как переменную. Где p равно isFavorite. То есть, мы выбираем лишь те записи, у которых isFavorite будет равно true. Вот. И дальше все, что нам необходимо сделать, это использовать еще функцию include. И здесь мы, в принципе, пропишем то же самое. c равно cCategory. k. То есть, для этой функции мы получаем все объекты, у которых isFavorite будет равен true. Вот. Ну, и мы их все получаем. И последняя функция, она получает лишь один определенный объект. Вот. Соответственно, мы пропишем ее так. getObjectCar. Она получает определенный ID. И реализуется она следующим образом. Здесь мы просто пропишем, что опять-таки к appdbContent обращаемся. Опять-таки, обращаемся к функции car. И обращаемся к first or default. Вот. То есть, выбрать один элемент. Или выбрать как бы элемент по умолчанию. По типу первый элемент. Вот. И здесь все, что нам необходимо сделать, это тоже указать условия. Опять-таки, перемена может быть какой угодной. Мы просто указываем, что P, мы записываем в P, такой объект, у которого будет ID равен car ID. Упс. Car ID. То есть, по сути, мы выбираем лишь тот один объект, у которого ID будет равен car ID. Car ID это вот это вот переменная. Вот этот параметр, который мы здесь передаем. Также дополнительно вы можете заметить, что у нас сейчас здесь есть ошибка. Ошибка заключается в том, что мы здесь указываем в appdbContent. Да, здесь в appdbContent. Нет, не здесь, не в appdbContent. Мы в интерфейсе указываем, что мы работаем с get и set. Вот. Видите, здесь get of cars, здесь еще есть set. Соответственно, set давайте мы с вами удалим. Вот. То есть, мы только будем получать данные. И если мы обратно перейдем в car repository, у нас уже ошибки нет. Для category repository мы делаем все с вами аналогичное, по сути. Нам необходимо прописать единственное, что мы обращаемся уже не к прошлому интерфейсу, а к интерфейсу iCarsCategory. Вот. Конечно же, все эти интерфейсы здесь необходимо подключить, после чего их реализовать. Вот. Здесь все довольно-таки просто. Здесь есть лишь одна функция. И плюс мы еще скопируем все из нашего прошлого класса. Вот. То есть, мы копируем просто переменную и копируем просто конструктор. Единственное, меняем название у конструктора. И теперь, все, что нам здесь необходимо сделать, это чуточку поменять эту функцию. Она будет следующей. Мы обращаемся к app.db.content и обращаемся к категории. Вот и все. То есть, когда мы хотим получить все категории, мы обращаемся к нашему файлу app.db.content и получаем все полностью категории. Последнее, что нам нужно сделать, это нам необходимо зайти в стартап. И здесь просто у нас есть сервисы, в которых мы указываем, какой интерфейс реализуется в каком классе. Вот. В нашем случае iAllCars он реализовывался в mockCars. Теперь же у нас другие будут классы для реализации этих интерфейсов. И поэтому мы здесь их тоже меняем просто. В нашем случае теперь мы используем CarsRepository. Так, давайте мы чуть-чуть вот так вот исправим. Вот. То есть, здесь мы используем с вами CarsRepository, а здесь мы используем категории Repository. Ну и, соответственно, это просто необходимо подключить, как ShopDataRepository. Вот. То есть, мы... Тут я, видимо, какую-то ошибку сделал. А, потому что, конечно, не Cars, а CarRepository. Вот. То есть, теперь наши интерфейсы, мы указываем, что они реализуются в других классах. А эти классы, в свою очередь, CategoryRepository и CarRepository, они уже служат непосредственно для работы с базами данных. Здесь сами эти функции, они могут вам сперва показаться непонятными. Но если вы знакомы с такими методами расширения, как LinkU, то вы вполне уже понимаете, что здесь, в принципе, происходит. То есть, мы просто сокращаем эти функции, прописывая их в одну строчку. И, по сути, повсюду здесь мы просто указываем, что здесь мы получаем полностью все объекты. Здесь мы получаем все объекты, у которых значение isFavorite будет равно true. Здесь мы получаем лишь один объект, у которого id будет равно CarID. А CarID — это параметр, который передаем. Ну и здесь суперпростая функция — просто получить все категории. Вот, в принципе, и все. Мы уже создали с вами файл для работы с базой данных. Но как таковую базу данных мы еще не создавали. А, соответственно, давайте ее создадим. Чтобы создать базу данных, необходимо открыть одно дополнительное окно. Для этого мы заходим в Udit. Дальше — Другие окна. И здесь — Консоль диспетчера пакетов. Открываем это окно. Здесь первым делом необходимо выполнить миграции. Миграции позволяют создать дополнительные файлы, которые, в свою очередь, создают таблички, создают все необходимые данные в самой базе данных. Ну и саму базу данных также создают. То есть миграция создает файлы, а потом мы выполним еще одну команду, которая обновит базу данных, ну и, по сути, создаст саму базу данных, создаст в ней все необходимые таблички и так далее. Дабы выполнить миграцию, нам необходимо прописать здесь следующую команду. Нам необходимо прописать add, migration и далее просто назвать миграцию как угодно Например, наша миграция пускай будет называться как initial, то есть начальная Нажимаем Enter Поскольку у меня установлены две версии фреймворка Entity Entity Framework 6 версии, а также Entity Framework Core То необходимо выбрать для какого, с каким фреймворком я работаю и с каким фреймворком я выполняю миграцию Соответственно, здесь это и приведено, что мы можем выбрать Entity Framework 6 версии Либо же Entity Framework Core Мы с вами выбираем именно Entity Framework Core, поэтому давайте я вот это вот все скопирую И здесь еще раз выполним эту команду Просто вставляем Entity Framework Core add migration Также ее называем как initial и нажимаем Enter После выполнения команды у нас создается новая папка Migrations и в ней создаются несколько файлов Один главный файл, он здесь у нас сразу и открылся И по сути со всеми этими файлами, а также со всей этой папкой Migrations нам на самом-то деле никак не придется работать Тем не менее, давайте я просто расскажу, что же здесь все-таки описывается По сути вот эта папка Migrations, она нам нужна, чтобы на основе этих файлов, которые есть в этой папке Мы могли создать саму базу данных и создать соответственно таблички внутри этой базы данных Вот например, у нас открылся здесь главный файл и здесь мы можем заметить, что у нас есть функции, которые позволяют нам создавать табличку Create Table, вот она первая функция, вот она вторая функция В нашей базе данных должно быть лишь две таблички Вот они в принципе здесь и прописаны, что у нас есть табличка Car, а также табличка Category Мы их с вами также ранее уже прописывали, что у нас должны быть две такие таблички И далее здесь просто прописываются, какие должны быть в каждой табличке поля То есть в каждой табличке, например в табличке Category, должно быть поле ID, должно быть поле Category Name, а также Desk, ну то есть Description, описание Также здесь прописываются все данные для второй таблички, тоже какие есть поля, ID, Name, ну и так далее И в принципе все, что мы сейчас можем сделать, это на основе этих файлов обновить базу данных Ну и соответственно после обновления базы данных у нас она будет создана, не будут созданы все таблички со всеми нужными нам полями Чтобы обновить саму базу данных, нам необходимо прописать такую команду, как Update и далее Database Выполняем такую команду, единственное, что она у меня опять-таки не выполнится, просто потому что два у меня здесь установленного фреймворка Давайте дождемся, видите, он кучу нам ошибок выдал У нас установлено просто два фреймворка, поэтому нам необходимо использовать Entity Framework Core Update Database Соответственно это скопирую, вставлю сюда, нажму Enter И после этого у нас выполняется создание базы данных, добавление в нее всего необходимого Ну и давайте просто дождемся Уже сейчас мы можем запустить с вами сайт и посмотреть, что же там будет На самом деле у нас просто откроется пустая страничка, то есть у нас выведутся заголовки Но при этом никаких объектов, то есть товаров наших, никаких таких товаров не будет выведено Просто потому что данные товары, они еще не добавлены у нас в базу данных У нас есть таблички, у нас есть сама база данных, но при этом нет еще товаров внутри этой базы данных Ну то есть попросту нет еще объектов внутри этой базы данных Соответственно их необходимо нам тоже добавить Поэтому давайте это с вами и реализуем Для добавления объектов давайте мы в папочке Data создадим новый класс. Нажимаем правой кнопкой мыши, добавить, класс. И данный класс можем назвать как угодно. Я, например, его назову как DB Objects. Пускай так он будет называться. Нажимаем добавить и вот у нас этот класс добавляется. Саму эту консоль нижнюю я закрою, чтобы она нам просто не мешала. А здесь будем прописывать все необходимое. Внутри этого класса все функции, которые мы будем прописывать, они будут статическими. Нам это необходимо для того, чтобы мы могли из других классов обращаться к функциям в этом классе. Причем просто по имени самой функции. То есть мы из другого класса сможем обратиться к классу DB Objects. Поставить точку и поставить вызов определенной нам функции и просто ее вызвать. Давайте создадим первую с вами функцию. Она у нас будет public. Как я говорил, она у нас будет статическая, поэтому static. Она ничего не будет возвращать. И называться она может как угодно. Например, она будет называться initial. Название может быть любым. Далее открываем и закрываем ее. Она будет принимать несколько параметров. Это iApplicationBuilder. Вот мы этот параметр с вами будем передавать. Назовем его, например, как App. Попросту. И дополнительно, конечно, необходимо сам этот класс сюда подключить. Так, видимо, либо я неправильно его прописал. Нет, я все правильно прописал. Microsoft ISP.NET CoreBuilder. Мы добавляем этот класс. Вот он сюда добавился. И, соответственно, с этим классом мы теперь можем работать. И давайте мы, наверное, сразу эту функцию вызовем с вами. Смотрите, когда мы будем запускать с вами программку, то программка будет начинаться из такого класса, как Startup. Ну, вообще, она, конечно, из программ будет начинаться. Но в программ мы с вами говорим, что используем класс Startup для начала всей программки. Ну, и, соответственно, можно сказать, что класс Startup – это, по сути, тоже класс, отвечающий именно за старт программы. Вот. И непосредственно здесь, в этом классе, мы будем просто с вами указывать то, что мы обращаемся к DB Objects и обращаемся к вот этой функции Initial. Данная функция, она будет как бы каждый раз добавлять объекты в базу данных. Ну, и, соответственно, каждый раз мы эти объекты сможем еще и вытягивать. То есть каждый раз при старте программки. Вот. Поэтому вот здесь, в Configure, мы с вами прописываем следующее. Мы обращаемся просто к DB Objects. Соответственно, просто вот так вот к классу обращаемся. И далее через точку мы обращаемся к нужному нам методу. Это метод, который называется Initial. Внутрь этого метода нам необходимо передать один параметр. И помните, здесь этот параметр – это был I Application Builder. И вот у нас, видите, здесь тоже есть один параметр, который I Application Builder, и он называется App. И, соответственно, именно этот параметр мы сюда передаем. Вот, в принципе, и все. То есть мы теперь при старте программы каждый раз будем вызывать данную функцию. Ну, и сейчас функцию реализуем. Единственное, что позакрываем дополнительные файлы, потому что их нас тут уже довольно-таки много, и они просто нам мешают. Вот, этот тоже закроем. Окей. Что должно быть в этой функции? В принципе, в этой функции первое, что мы с вами делаем, это мы обращаемся к AppDBContent. То есть вот к такому классу, который у нас служит для подключения вообще к базе данных, ну и для работы с ней. Соответственно, AppDBContent. Называем нашу перемену как Content, пускай. Далее мы обращаемся к нашей перемене App. Далее мы обращаемся к такой функции, как ApplicationServices, GetRequired, почему-то он здесь не подключился, но, видимо, надо будет библиотеку дополнительно подключить. GetRequiredServices и говорим, какой тип данных мы как бы подключаем. То есть, по сути, что мы здесь делаем, мы просто с вами подключаем весь вот этот вот AppDBContent, ну и, соответственно, на основе этого класса, на основе тех функций, которые в нем есть, мы сможем подключаться к базе данных, потому что этот именно файлик у нас служит для подключения к базе данных. Вот, ну и работать, в принципе, с ней, там вытягивать какие-то значения, добавлять какие-то значения в базе данных и так далее. Единственное, необходимо подключить нужную библиотеку UsingMicrosoftExtensionsDependencyInjection, вот такая же огромная библиотека. Мы ее подключаем, и теперь у нас нет никаких ошибок. Первое, что нам необходимо сделать, это добавить все категории в базу данных, но добавлять мы их будем лишь в том случае, если у нас нет категории в самой базе данных. Поэтому нам необходимо прописать проверку. Проверка у нас будет следующей. Сразу указываем восклицательный знак, то есть проверяем как бы на нет. И далее мы прописываем следующее, контент категории Any. Благодаря вот этой записи мы получаем все категории, то есть Any это функция, которая получает любые вообще объекты, то есть полностью все объекты. И если мы получаем все объекты, и их как бы нету, то есть они пустые, ну то есть ничего не получили, то в таком случае мы как раз эти объекты и будем добавлять, то есть будем добавлять категории. Чтобы добавить категории, мы обращаемся к контент, дальше к категории, дальше к функции andAddRange, которая позволяет добавить нам набор элементов, то есть несколько объектов сразу. И здесь мы указываем следующее. Здесь мы обращаемся к такой функции, которую я в скором времени создам. Она будет называться категории. Дальше мы из нее выбираем как бы все объекты, которые будут в этой функции, и в принципе записываем их как значение. То есть мы просто здесь select и далее тут пропишу. Опять-таки он пока весь этот синтаксис нам не подсвечивает. Окей, давайте я так сейчас пропишу быстренько. Вот. Content C.Value. То есть что я сделал? У нас будет функция категории, мы ее сейчас с вами создадим. В принципе вот здесь даже можем назвать. Видите локальное? Нет, к сожалению тут нельзя ее так быстро создать. Ладно, я ее вручную создам. То есть мы из этой функции будем выбирать полностью все объекты и записывать, брать их значение и как бы записывать как отдельные объекты. Ну и весь этот список огромный мы будем добавлять в качестве всех необходимых нам категорий. Опять-таки это все методы расширения LinkU, поэтому если вы с ними не знакомы, не знакомы с вот такой технологией как LinkU, то советую вам с ней изначально поработать, ознакомиться с ней. Потому что объяснять ее довольно-таки долго, но она реально очень полезная штука. Она позволяет сократить записи на очень-очень много строк. Вот. Как например здесь. То есть мы просто выбираем все записи из определенной функции и их добавляем в функцию AddRange. То есть создаем целый список объектов. Теперь создаем саму функцию. То есть эта функция у нас в принципе еще не завершена, но давайте создадим изначально функцию Categories. Данная функция, как и в принципе все функции в нашем классе, она будет также статическая. Поэтому она static. Она у нас будет возвращать уже данные. Она будет возвращать нам определенный список. Это будет dictionary, то есть это будет словарь. И в словарь необходимо передать два типа данных. То есть первый тип данных это для ключей. Ключи у нас будут с типом данных string. А второе значение это тип данных для значений элементов. В нашем случае значение элементов это будет category. То есть это будет класс category. Его конечно же необходимо здесь подключить. Для этого мы используем usingShopDataModels. То есть это модель класса category. Вот мы ее здесь и подключаем. Далее называем нашу функцию как categories. Ну и открываем, закрываем фигурные скобки. Здесь у нас будут реализованы методы get. Set у нас метода не будет реализована, только метод get. И здесь внутри него нам необходимо проверить следующее. Во-первых, давайте чуть выше мы здесь создадим новую переменную. Вот она у нас также будет статической. Наверное даже она будет не public, а private. Потому что к ней доступ вообще нигде более не нужен. Только внутри этого класса. Вот. Она у нас будет с типом данных dictionary. И у нее тип данных будет, ну вот эти вот типы данных будут совпадать. То есть это string и тоже category. Далее название для нее давайте мы придумаем как category. Вот просто category, например. Окей. Далее нам необходимо здесь проверить. Если наша переменная category равна null, то есть еще внутри нашей этой перемены ничего не записано. Вот. То это означает, что мы добавляем новые объекты. Вот. И если мы уже добавим какие-либо новые объекты, мы их запишем в эту переменную. То тем самым мы уже будем знать, что все необходимые категории мы как бы уже добавили. Окей. Здесь мы создаем новую переменную. Именно тип данных у нее будет var. Потому что мы будем создавать объекты. Объекты точно такие же, как мы создавали в mox. Вот здесь в mox category. Вот. И поэтому давайте, наверное, даже сюда это скопируем. Ну то есть создание этих категорий. Вот. И здесь мы просто создаем с вами var list. То есть это некий будет список. И значение у него будет следующее. Это new category. Причем это список. То есть это массив объектов. И среди этого массива объектов мы вставляем new category. Вот те категории, которые у нас были прописаны ранее уже. Вот. New category электромобили, а также классические автомобили. В конце ставим еще плюс точку с запятой. Теперь внутрь нашей переменной category мы попросту с вами помещаем. Ну то есть выделяем изначально память. Это new dictionary string category. Вот. Открываем скрываем круглые скобки и ставим точку с запятой. То есть просто выделили память. И далее внутрь этой категории через цикл мы добавляем все элементы, которые у нас есть сейчас в переменной list. Ну в массиве вернее list в списке. Итак. Используем цикл for each. И здесь мы прописываем с вами следующее. Мы перебираем. Мы создаем переменную вернее. Category. Например, она пускай тоже называться будет как... Наверное, как element пускай будет называться, чтобы сильно не заморачиваться. In list. То есть мы создаем каждый раз новую переменную element. Перебираем список list. Вот. И за каждую итерацию... Тут, наверное, даже фигурные скобки можно и не ставить, в принципе. За каждую итерацию мы в category добавляем с вами просто новый объект. Для этого мы используем element, точка, category, name. А также второе значение это просто element. То есть это просто значение, ну, значение объекта. Ок. В принципе это все готово. Единственное, после if нам необходимо указать, что мы возвращаем category. То есть вот этот вот весь наш список. Таким образом, наша функция полностью готова. Что в ней происходит? Давайте еще пару слов объясню. Здесь происходит следующее. Мы проверяем, заполнена ли у нас эта переменная category. Если в ней уже и так есть какие-то объекты, то, соответственно, мы просто ее возвращаем, эту переменную. Вот. То есть ничего больше с ней не делаем. Далее. Если все-таки она пустая, наш этот перемен, то есть этот список наш пустой, мы создаем новый список, в который помещаем те категории, которые нас интересуют. Именно эти категории, они будут добавлены как объекты в базу данных. Далее мы создаем с вами, ну, просто выделение памяти под нужную нам переменную. И дальше через цикл мы перебираем все элементы внутри нужного нам списка и добавляем все эти элементы внутрь списка category. И как раз этот category мы в конце опять-таки возвращаем. По поводу добавления, то мы добавляем, видите, с вами ключ. Ключ у нас это имя категории. А значение это просто сам этот объект, который мы, в принципе, передаем. Вот. Теперь у нас, как видите, эта функция полностью реализована. И мы можем продолжить написание всей нашей функции initial дальше. То есть, что мы сейчас сделали? Мы подключились к базе данных, по сути. Мы добавили все необходимые категории. Если они и так были добавлены, то не добавляли. И теперь все, что нам остается, это добавить все необходимые объекты. Объекты товаров. Для этого мы, по сути, используем точно такой же синтаксис. То есть, я тоже прописываю, если контент. Единственное, здесь уже не категории, а использую car функцию. То есть, если у нас нет вообще объектов, вот. То, соответственно, мы их будем сами создавать. Можно их создавать точно так же самое. То есть, просто создать дополнительную функцию. И, в принципе, ну, через функцию все добавить. А можно просто вот прямо здесь прописать, что мы с вами добавляем кучу сразу объектов. Вот. Давайте, наверное, во втором случае именно так сделаем. То есть, мы просто прописываем здесь контент. Дальше мы прописываем функцию add. Так, она прописывается вот так. Add range. Вот. И внутрь нее мы с вами помещаем следующее. Откроем, наверное, в новых строчках, потому что тут довольно-таки много будет информации. Примерно так. Вот. И внутрь нее мы просто помещаем с вами те объекты, которые у нас записаны в mockcars. Вот они вот здесь. Все они были прописаны. Давайте я просто весь этот код скопирую. И вставим его просто сюда. Единственное, что необходимо исправить в этом коде, это указание категории. Здесь мы с вами попросту обращаемся к category cars. Ну, у нас раньше это была перемена, сейчас ее уже нету. Поэтому давайте мы здесь это удалим. И будем обращаться немножечко по-другому. Теперь мы будем обращаться непосредственно через функцию, которая называется categories. И здесь мы просто будем указывать ключ того элемента, который нам необходим. То есть у нас два ключа, по сути, это электромобили, а также классические автомобили. Вот именно их мы как бы сюда записываем, видите, то есть L category name. И именно по этим ключам мы с вами можем обращаться к ним. Итак, Tesla Model S это электромобиль, поэтому я обращаюсь к categories, электромобили. То есть именно к этой категории. И так необходимо сделать со всеми объектами, которые у вас здесь будут. Вот, например, Ford Fiesta это уже не электромобили, это классические автомобили. Соответственно, копируем классический автомобиль и ключ, и его вставляем сюда. И то же самое сделаем мы с остальными объектами. У нас, в принципе, все готово. Но единственное, если мы сейчас запустим, то получим ошибку. Дело в том, что AppDB Content, я его зарегистрировал как сервис с областью действия. Ну, то бишь, я могу к нему обращаться из различных файлов, например. Это мы его регистрируем в стартап как сервис. При этом я пытаюсь к нему добраться вне сервиса. То есть при помощи вот такой команды я пытаюсь к нему добраться извне сервиса. Соответственно, чтобы все это реализовывалось верно, нам необходимо создать, окружить его как бы в дополнительный сервис, дополнительную область, которая будет служить для наших уже целей. В принципе, звучит довольно-таки сложно, но на деле довольно-таки просто. Итак, дабы окружить его в нужную нам область, мы прописываем using. Далее мы прописываем var, то есть создание переменной. Например, назовем перемену как scope. Вот это как раз и будет область. Далее мы обращаемся к app.applicationservices.createscope, то есть создание области. Дальше открываем, закрываем фигурные скобки и внутри этих фигурных скобок практически нам, ну, просто копируем, вставляем эту строчку и чуть-чуть ее меняем. app.db.content, так и оставляем эту переменную. Единственное, что мы теперь обращаемся не к app, а к scope, к переменной, которую мы вот здесь создали. Далее нам уже необходимо немножечко другие функции, обращаться к другим немножечко функциям. Это такая функция как service provider и дальше get required service, ну и говорим, какой сервис мы с вами подключаем. В принципе все, единственное, наверное, знаете, мы здесь опишем, единственное, вот смотрите, у нас здесь вот эти ошибки появляются, потому что как бы не видно эту переменную, поэтому давайте переменную мы вынесем сюда. Вот, она у нас здесь будет попросту пустой. Вот, а здесь мы ее как бы уже будем присваивать. После запуска программы мы получаем с вами вот подобную ошибку. По поводу ошибок, если у вас они возникают, то вы, во-первых, можете нажать на show row exception details, то есть это будут дополнительные детали, и в принципе первая строка, вот после системной какой-то ошибки, первая строка, это будет строка именно описания вашей ошибки. Вот вы эту строку можете копировать, вставлять в Google и, соответственно, находить решение. Например, в нашем случае сейчас ошибка заключается в том, что у нас есть переменная content, и вот она у нас присваивается исключительно внутри какой-либо определенной области, то есть вот здесь. Далее эта перемена, она у нас по сути пустая, и поэтому мы не можем с ней никак работать. Соответственно, чтобы решить эту проблемку, давайте мы с вами скопируем полностью все, что здесь есть, давайте даже его не просто скопируем, а вырежем. И здесь мы будем с вами получать такой параметр, который у нас будет идти от класса app.db.content, ну и называться этот параметр будет как раз content. Вот, ну, таким образом теперь здесь у нас нет ошибок, потому что мы работаем просто с параметром, и все, что необходимо сделать, так, случайно перенес его в новое окно, все, что нам необходимо сделать, это здесь немножечко поменять теперь вызов самой функции db.objects. Соответственно, мы, во-первых, делаем, так, давайте это удалю, мы, во-первых, с вами создаем некое окружение, для этого можем даже удалить эту перемену, давайте все в одном месте у нас просто будет. Вот, то есть мы с вами создаем некое окружение, здесь создаем переменную content, и именно эту переменную content мы теперь перебрасываем в db.objects, в метод initial. Теперь здесь мы этот параметр принимаем, ну и, соответственно, сможем спокойно работать, и главное, этот параметр он у нас будет с какой-либо определенной информацией, то есть не просто будет пустой объект, а именно с информацией. Единственное, что, прежде чем запустить, давайте мы добавим одну дополнительную строку, ее необходимо добавлять в самом конце, то есть в самом конце вот этой вот функции initial, я ее попросту забыл дописать, данная строка, она позволяет нам сохранить все изменения, потому что сейчас мы хоть их проделываем, какие-то изменения, но мы их не сохраняем в базе данных, а, соответственно, когда запустим, то у нас будет пустая база данных. Итак, нам необходимо обратиться к content и обратиться к такой функции, которая называется save changes. Save changes – это функция, которая сохраняет все изменения, то есть, по сути, она сохранит нам все эти объекты, ну, все товары и все категории. Теперь давайте еще раз запускаем и проверим, что у нас получилось на этот раз. Сейчас зайдя на сайт, мы замечаем, что у нас отображаются все автомобили, в принципе, все выглядит так же, как и было еще в начале урока, потому что у нас тоже отображались все данные, но теперь все эти данные, они у нас не просто находятся где-нибудь в нашем проекте, они находятся в базе данных. На данный момент мы с вами использовали локальную базу данных, и мы можем посмотреть эту локальную базу данных. Давайте это мы тоже с вами сделаем. Наверное, давайте остановим всю программку. Вот, зайдем в вид, дальше, обозреватель объектов SQL Server, и здесь я уже немножко подкрывал, то все. Здесь у нас есть SQL Server, внутри него, давайте даже вот так чуть увеличу, внутри него есть LocalDB, по сути, это именно та локальная база, с которой мы работаем. Вот видите, она в DB Settings, она у нас здесь и прописана, вот она, LocalDB, MS SQL Local, вот и это именно та. Заходим в нее, здесь у нас есть базы данных, соответственно, тоже открываем базы данных. Внутри баз данных у меня есть моя база данных, которая называется Shop, в ней есть таблички тоже, это я уже все пооткрывал здесь. И среди табличек мы с вами видим, что есть табличка миграции, ну, то есть, есть некие встроенные таблички, и есть две наши таблички, которые мы конкретно с вами создавали. Это табличка Car, а также табличка Category. Вот. В каждой табличке у нас есть столбцы еще дополнительно, вот, например, в Car у нас есть ID, Name, Short, ну, то есть, все те столбцы, все те поля, которые мы с вами прописывали еще давным-давно в моделях. Вот. Если мы с вами сейчас нажмем, давайте, правой кнопкой мыши на Car и просмотр данных, то мы с вами заметим, что у нас вот здесь есть пять объектов. В принципе, мы здесь же самостоятельно можем добавить дополнительные объекты, то есть, это можно было проделать непосредственно через DB Objects, можно проделать теперь это здесь, вот, но это уже на ваше усмотрение. Мне пока пяти объектов полностью будет хватать, если вам нужно больше объектов, то, соответственно, просто их добавьте. На этом же наш большой видеоурок по работе с базами данных завершен. В нем мы создали немало всего интересного и в следующих уроках будем продолжать создание нашего сайта. Так что, на этом все. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и переходите на сайт itprogress.com. Все ссылки в описании к видео. До скорых встреч. Пока.